Я буду представлять тех, кто будет участвовать в сегодняшней дискуссии. Итак, Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОТ. Виталий Михайлов, начальник управления эксплуатации инженерной и технической поддержки НТВ. Евгений Тропин, технический директор производителя префабов ТАТАРК. Алексей Волков, главный фиксик по энергоснабжению UC3 Solutions. Василий Михеенко, заместитель технического директора ТРИДАТА. Фёдор Клименко, генеральный директор GreenMDC, производитель модульных СОДОВ. Ну что, давайте начнём. Сегодня у нас интересная тема. Производство, реализация, эксплуатация инженерной инфраструктуры, центров обработки данных. Я думаю, сейчас это очень актуально. Рынок СОДОВ растёт ежегодно на 30% минимум. Игорь Дорофеев вчера открывал сессию, рассказывал про рынок СОДОВ в бизнес-зале. И много интересного про рост этого рынка рассказал. Смотрите, у нас 50 минут, после чего 10 минут будет на вопросы останется. Темы дискуссии такие. Производство поднебесной, критерии выбора качественного оборудования. Особенности импортозамещения, СОД. Пошла ли локализация на пользу? Появилось сейчас много отечественных производителей, и мы это обсудим. Уровень ненадёжности ТИР. Актуальна ли данная концепция в текущей ситуации? И будет ли поддерживать обтаймин-институт нас в будущем? Капитально или нет? Тут, я надеюсь, мы подискутируем по поводу того, нужно ли строить СОД в классическом понимании, или же выбрать префаб СОД, модульный или контейнерный. В каких случаях это интересно будет сделать для заказчика. И последняя тема. Энергетическая плотность. Есть ли место для больших СОДОВ в крупных городах? Ну что, давайте начнём с производства Поднебесной. Как выбрать качественные изделия? Как проводить тестирование? Как сейчас с поддержкой китайского оборудования у нас в России? Есть ли поддержка склада на нашем рынке? Кто готов начать? Алексей, давай ты. Раз, раз. Работает. Я со своей точки зрения буду говорить, ну самое простое, как выбрать качественные изделия. Я думаю, здесь, наверное, как на любом уровне, в бытовом, в нашей IT-сфере. Тут пока не убедишься сам, не проверишь, не протестируешь, не проведёшь какие-то стресс-тесты, не посетишь производство, не посмотришь на то, как выстроены процессы. Особенно если производство Поднебесной заявляют, что у них там ISO, все сертификации поддерживаются, полный контроль качества. То, ну на слово верить, наверное, в этом случае это как бы себе только в минус. Поэтому, моё мнение, это именно тестирование, причём как на этапе выбора производителя, так и, ну как мы делаем. Это тестирование, собственно, на наших мощностях. Мы можем себе это позволить. У нас производство в городе Белгород есть, там есть нагрузочный стенд. Мы можем тестировать перед отгрузкой все источники бесперебойного питания. Я про них говорю сейчас в первую очередь. Перед отгрузкой конечного потребителя. Вы каждую единицу тестируете? Каждую единицу тестируете? Я скажу больше. И БП это ладно. Мы тестируем каждый блок распределения питания, который уходит у нас в производство. Последняя партия была в течение недели, это 450 блоков перед отгрузкой были протестированы. И, соответственно, уже с нашей отметкой отдела технического контроля, отдела контроля качества, этот чек-лист был вложен в каждую коробку и был отгружен дальше по цепочке канала продаж. Поэтому мое личное убеждение, которое компания разделяет, это именно тестирование каждого изделия. И перед тем, как сделать выбор, расширение линейки теми или иными моделями, естественно, это тестирование, такая тавтология, тестирование демообразцов, тестовых образцов по нашей методике испытаний под нагрузкой в течение определенного периода времени в рамках нашей РНД-лаборатории и нашего конструкторского департамента. Спасибо. Немножко в топ. Мне кажется, что под какой лупой сейчас смотрят на китайское оборудование, до этого ни под одно другое не смотрели. То есть, когда европейцы вернутся, они вернутся. Они, может быть, не смогут даже дотянуть до Китая. Ясно. Я хотел, на самом деле, поделиться опытом. Буквально только в августе вернулся из Поднебесной. Как раз смотрел порядка шести фабрик. И с моей точки зрения, продолжают оставаться две категории производителей, которые уже сумели сформировать полноценную производственную линию с промежуточными точками контроля, автоматизированными. И в Китае продолжают оставаться производственные линии, которые строятся по принципу, чем больше китайцев нагонишь, так быстрее она и проходит. Это первый момент. И даже выбирая уже более современное производство, получая оборудование, производитель имеет большую разницу, производитель от производителя, за счет того софта на оборудование, в первую очередь кондиционирование, который написан. У одних производителей кондиционер, условно так назовем, работает системой защиты для того, чтобы не убить себя, имеется технику саму себя, про кондиционирование. При любом малейшем повышении давления, допустим, фреона, он тут же отключается аварийно. А есть полноценная техника, ориентированная на цоды. То есть ее логика работы построена таким образом, чтобы максимально обеспечить непрерывность работы IT-оборудования. То есть техника себя не щадит, всячески зажимает, но тем не менее обеспечивает климатику. И вот такая вот разница первой ступени отбора и второй, которая проявляется исключительно только на этапах тестирования. Тестирование под полной нагрузкой и тестирование, допустим, системы кондиционирования показывает в некоторых производителях существенное отличие паспортных данных от тех, что реально выдает техника. Поэтому только практическими, нагрузочными, поверенными тестами можно делать осознанный выбор по тому оборудованию, которое собираетесь ставить стоп. Мне кажется, с китайским оборудованием это нормальная практика, когда различия с техническими параметрами все-таки есть серьезные. Ну да, к сожалению, столкнуться с этим можно только при нагрузочных... Да, столкнуться с этим можно только при нагрузочных испытаниях уже на объекте, когда у тебя смонтировано под него, если ты холод берем, и рамы, и подведены системы, то есть электроснабжение, холодоснабжение. И в этот момент ты выявляешь, что заявленные мощности, которые заявлены в паспорте, ну никак не соответствуют фактическому производительности оборудования. Ну и хотел бы тоже подтвердить, что Китай все-таки завод заводу рознь, мы тоже были там на трех или четырех заводах, есть заводы, которые уже полностью автоматизированы, и на них нету чем больше китайцев, тем лучше производство. Это полностью автоматизированные линии со своими большими лабораториями испытательными, и нагрузочными лабораториями, и исследовательскими лабораториями. Но основная проблема, наверное, все-таки это вот, все равно как бы не было, особенно это по холоду, это качество даже самого, наверное, железа в первую очередь, на котором это собрано. Потому что приходит оборудование, простоя во время монтажа, его уже надо там красить, варить, клепать и все остальное делать. Виталий, а вы выбрали при строительстве какое-то китайское оборудование или по холоду? Нет, у нас было не китайское оборудование, я пришел в этот проект, когда уже проект был утвержден, и спецификации были заявочные, ну, уже утверждены. Нет, это не китайцы, но прецизионики Китай, а челера нет. Турция. Турки. Коллеги, я хочу рассказать о том, как мы в GreenMDC выбираем для себя железо. Вполне вероятно, что наш опыт, он тоже будет интересным многим. Значит, ну, смотрите, появляется, допустим, новый производитель холодильной техники. В целом, понять, выбрал ты правильное железо или нет, в случае с холодилкой, точно можно сказать, наверное, лет через 5-7, когда придет первое время, допустим, замены компрессора в фреоновом кондиционере. Вот, и поэтому, ну, то есть, этот цикл, он достаточно долгий. Так вот, что мы делаем? Значит, появляется новый производитель, мы сначала смотрим на команду. То есть, какая команда в России представляет этого производителя. То есть, тут два варианта. Либо это российская торговая марка, да, и китайское оборудование, либо это уже китайская торговая марка, ну, и российская команда. Вот, и здесь, на мой взгляд, экспертиза команды, причем на всех уровнях, да, то есть, начиная от коммерсанта, заканчивая там сервис инженерами, ее компетенция, она очень важна. Вот, так вот, мы смотрим на них год. То есть, что произойдет за год? Значит, по сути, что может произойти? Если, допустим, грамотный коммерсант, он понимает, что он попал в плохую компанию и продает барахло, вот, то, скорее всего, он в течение года этого производителя покинет и уйдет к кому-то другому, да, продавать какое-то другое железо. Ну, то есть, мы год, мы ничего покупать не будем. То есть, просто будем смотреть, как, собственно, производитель проявит себя на российском рынке. Вот, через год мы начинаем общаться. Вот, причем начинаем мы общаться, понятно, там, технические характеристики, цены, вот, условия поставки, наличие зипа, но в обязательном порядке мы получаем референс-лист, да, то есть, что там, условно говоря, за год получилось поставить, и контакты служб эксплуатации тех объектов, на которых это уже стоит. Вот, и после этого уже, как сказать, то есть, если человек, который, допустим, купил и полгода эксплуатирует, он все хвалит, значит, что-то не так. Вот, если человек, он искренне говорит, что, да, вот это классно, вот, вот это плохо, но в целом ребята стараются, ну, то есть, вот для нас вот это, как бы, является на самом деле основным показателем, потому что в целом производство в Китае может выглядеть как угодно, нарядно, да, потому что китайцы, они вообще классные чуваки, они пыль в глаза пускать умеют сильно лучше, чем многие другие, вот, и поэтому то, что вы увидели у них на производстве, вот, не факт, что вот этот же кондиционер, он приедет там к тебе в ЦО. Вот, то есть, на мой взгляд, вот здесь компетенция команды, как бы, это основное. Вот, а дальше, да, уже, ну, то есть, нагрузочные тесты, понятно, что можно посмотреть, как это делает там производитель у себя на заводе, но наш опыт здесь самый ценный, то есть, поскольку мы практически там все свои префабы проверяем там в различных режимах у себя на производстве, вот, сами убеждаемся в том, что все работает, вот, показываем это заказчику, но понятное дело, что все равно как-то, ну, это некая лотерея, да, то есть, здесь, ну, то есть, вот наша система, она в целом, ну, пока работает, да, то есть, у нас, тьфу-тьфу, не было пока опыта, чтобы мы прям вот, пройдя вот этот алгоритм, разочаровались в нем. Да, Игорь. Ну, я завершу, да, подытожу эту историю. На самом деле, Федя там сказал, что 5-7 лет, во, 5-7 лет это во, может через год или через полгода, например, засвистеть вентиляторы, вот, ну, если по холодилке говорим, да, или еще что-то. Значит, логика какая? Смотрите, рынок очень конкурентный, ну, то есть, мы понимаем, да, что китайцы лет как 50 умеют делать абибасы, повасоники и прочую разную историю, как бы, да, там 33 уровня качества по задаче, которая там нужна и по деньгам, которые ты готов заплатить. И это большая проблема, как раз потому, что вопросы прозрачности, вот, то, что Федор сказал, как бы, они принципиальны, то есть, ты знать не будешь, что тебе завод поменяли или еще что-нибудь, как бы, да, и ты просто получишь, вот, ну, то, что тебе продадут, как бы, да, там, не в части, не в части оборудования нового, с которым все хорошо, да, в части, например, зипы и запчастей, а я, ну, тут я не как президент, я как директор инжиниринговой компании скажу, которая сервисом занимается и внедрением, то есть, это лотерея, то есть, когда приходят запчасти, ты открываешь и начинаешь понимать, что это такое, да, поэтому первое, это стопроцентный входной контроль, вот, однозначно, да, не всегда получается, потому что есть вещи, которые нельзя проверить сразу, да, или ты проверяешь нагрузочным тестированием, но вот время ты не можешь проверить, да, как оно себя по ресурсу поведет, и второй, на самом деле, такой алгоритм, я очень скептически отношусь к тем, тому оборудованию, которое сделано исключительно для России, вот, если это продуктовая линейка, да, она глобальная, и она вот, ну, ты открываешь каталог, да, и ты понимаешь, что вот это железо Китай продает по всему миру, что есть большой оборот, есть большая накопленная экспертиза по отказам, ну, то есть это, то есть вероятность, что это, что это железо, как бы, будет работать, да, вот, а, ну, мы все китайские автомобили видим, да, половины китайских марок, которые у нас продаются, ездят, китайцы про них не знают, что такие существуют, как бы, да, вот тут примерно та же самая история. А вот у меня как раз к тебе, Игорь, вопрос был, ты же недавно в Китай ездил, посещал Мегацот. И вот я хотел тебя спросить, но ты меня перейдил, там такое же оборудование, которое предлагается в Россию, там, Чиллера Тика, например, да, или еще что-то? Я понял, но вот то, что мы видели, оно все сделано на зарубежных, ну, исторически, да, зарубежных крупных брендах, там, там Кэрриер стоит, то есть, ну, так все дорого-богато, да, Сименс, но политика последняя, которая китайское правительство, соответственно, ведет, да, оно ведет аналогично нашему импортозамещению. И постепенно ЦОДы переходят на китайское оборудование, сначала для некритических сервисов, ну, то есть, вот прям видно, да, что вот тут используется оборудование для некритических сервисов, а для критических используется западное. И вот таким методом последовательных приближений, на самом деле, политика у них общая, государственная на то, чтобы также переходить на импортозамещение. Ну, очевидно, что здесь, ну, вендора только качественные, да, то есть, вот. Ну, про китайские глобальные, ну, то есть, я, в смысле, не обязательно западные, да, там оборудование глобальное, то там Huawei, например, есть, но Huawei мы считаем не китайским производителем, а все-таки глобальным, да, например. Спасибо. Переходим к следующим вопросам. Важная тема, тема импортозамещения. Есть ли перспективы развития производства инфраструктуры СОД в РФ? Какие инженерные компании появились за последние три года? Можно ли локализовать то, что еще не локализовано? Какие есть сдерживающие факторы для нашего производства российского? И какие потенциальные точки роста есть? Кто начнет? Кто про наше производство расскажет? Кто сталкивался? Это по традиции, наверное, через... Да. Алексей? Ну, вопрос такой для нас риторический, потому что, если кто-то не знал, то компания СИТРИ на своем заводе в городе Белгород, мы производим конструктивы, то есть, шкафы для серверного телекоммуникационного оборудования, системы изоляции коридоров и блоки распределения питания на процессорах Байкал. Вот это прямо вот кому нужна импортозамещенная. Да, есть линейка блоков распределения питания, которая у нас поставляется из дружественной стороны, но тем не менее, наработки есть. Отдел R&D каждый день рапортует о новых достижениях, новых победах, то есть, работа не останавливается. Но два вот таких, ну, скажем так, глобальных направлений, которые входят в рамку всей инженерной инфраструктуры, мы перекрываем. Можно локализовать то, что еще не локализовано, но я не знаю, коллеги, может быть, у вас знания глубже, но, по-моему, вот с микроэлектроникой, компонентами, сборкой есть еще некоторые проблемы. Я не говорю, что этого вообще нет. У нас очень много компаний в России, которые делают классные выпрямительные системы, и они сейчас на своей базе пытаются это все уже увести в область двойного преобразования, то есть строить уже серьезные БП. Но очевидно, что мы имеем некоторое технологическое отставание в этой области, поэтому, ну, пока что большинство продукции у нас поставляется из темы, которую мы обсуждали до этого, да, из стран поднебесной. Сдерживающие факторы, наверное, факторами, я бы сказал, ну, как там модно говорить, были лихие 90-е, когда все ушли в коммерцию и забросили производство, да. Я надеюсь, что текущие инициативы правительства, направленные на стимуляцию, скажем так, этой области, те же самые требования у наличия сертификата вхождения в реестр Минпромторга, они помогут, может быть, в ближайшей перспективе, я даже не в пять лет это оцениваю, чуть больше, может быть, лет десять, как-то приблизиться, догнать, конечно, будет сложно, но попытаться можно, благо знания есть, специалисты есть, сырьевая база, тем более, есть, да, у нас все, что угодно можно из недр добыть, поэтому что-то мы уже делаем, что-то, конечно, нам еще нагонять и нагонять в этой сфере. Спасибо. Про сырьевую базу, да, она есть, мне кажется, нам очень сильно не хватает производственной базы, то есть мы умеем кучу классных компонентов собрать в одно устройство, да, но агрегаты и компоненты, как-то отдельные там компрессора, вентиляторы, вот, этого нет и этому надо будет научиться, вот как-то так. Да, но самое интересное, что в советское время самые мощные компрессоры делали в Советском Союзе, на заводе компрессор. Ну, наверное, тогда можно сказать, что сначала мы восстановим станкостроение, машиностроение и прочее, да, вот, а потом уже будем делать SMD-дизайн, печатные платы и все это паять в высокотемпературных паяльных станциях и камерах. Ну, здесь на самом деле нужно макроэкономический характер ввести в дискуссию, смотрите, есть очевидная, ну, по ВЭДу, да, история, о том, что рынок должен быть 400 миллионов. Ну, это не мной сказано, да, то есть, чтобы иметь экономическую рентабельность любого производства, рынок должен быть 400 миллионов, а у нас там, ну, 140 миллионов получается, да, поэтому у нас на уровне правительства, да, там, одной из самых популярных тем является экспорт. Вот прямо вот везде, да, экспорт, экспорт, экспорт. Постоянно запросы идут, давайте придумаем еще какой-нибудь экспорт. Вот, соответственно, у нас есть вариант, ну, идти в страны, там, ближнего зарубежья, глобального юга, например, но мы туда, понятно, что сталкиваемся, опять же, с, там, с поднебесными товарищами, например, конкуренцию, ну, и хотя бы или западными, да, и вот это основная проблема, потому что, чтобы получить рентабельный цикл производства, мы должны иметь большой рынок сбыта. А пока этого нету, но, к сожалению, у нас будет, у нас просто по экономике будет дороже, ну, и, соответственно, со всеми вытекающими. А компоненты мы обсуждали давным-давно, ну, не давным-давно, вот как с его началось, о том, что, а давайте хотя бы сделаем, не знаю, там, пару типовых компрессоров по типоразмеру, да, и будем пытаться, соответственно, делать, ну, там, не линейка, как у Данфаса, там, или у кого-нибудь, да, там, из 120 позиций, да, а вот, ну, просто будут у нас, там, типовые, не знаю, 100 киловатт, как бы машинки, там, да, и, там, не знаю, там, и 30 киловатт, ну, то есть, вот, даже это не работает, потому что все наши производственные компонентные ресурсы, на самом деле, очень сильно заняты, ну, то есть, они просто заняты, да, то есть, они делают компрессора для нефтянки, там, еще для чего-то, и прекрасно себя чувствуют, вот, вот, и это тоже проблема. Экспертный прогноз. Через сколько лет наше производство будет изготавливать компрессора для, для чиллеров, для прецизионных индиционеров, вентиляторы? Ну, я подозреваю, что это время-то достаточно такое, ну, непрогнозируемое, то есть, это может быть и никогда. Ну, то есть, может быть, сподвижник, который, там, ну, предприятие сподвижник, да, вот, как бы, русское слово, которое будет делать вопреки, ну, вот, не знаю, ради чего, да, и тогда такая ситуация может быть, да, но будет ли оно там потом жизнеспособно дальше? Большой вопрос. Кажется, что всякие, большой мощности, вот, компрессора, насосы, как раз-таки, с производства, с нефтянки, с прочего, могут войти. А еще есть Коломенский завод, который делал дизель-генераторы, которые аккредитованы Росатомом, они железобетонные, весят раз, ну, по весу раз в три больше, чем стандартные дизель-генераторы, да, вот, ну, они просто для другого созданы, понимаете, как? Ну, на мой взгляд, любое производство, ну, то есть его объем определяет исключительно один фактор – это сбыт. Поэтому я здесь полностью согласен с Игорем, то, что можно локализовать в целом что угодно, вот, вопрос, кому и куда это продавать. Вот, то есть, и в моем понимании, да, то есть, вот, как-то, издерживающий фактор и потенциальная точка роста. То есть, первая точка роста здесь, в моем понимании, это, ну, технологический суверенитет, да, так его назовем. Это то, что в целом было, там, много лет назад сделано в Китае, да, то есть, там, как началась компания Huawei, да, когда будущий президент пришел к одному из министров и сказал, что у компании, у страны, у которой нету своего сетевого оборудования, да, то есть, она не может считать себя в безопасности. Ну, вот здесь в целом то же самое. И, на мой взгляд, вот те, условно, говоря, меры по технологическому суверенитету, которые сейчас предпринимаются, ну, они не стимулируют импортозамещение, ну, в хорошем понимании этого слова. Вот, ну, и, собственно, и второе, да, то есть, если мы говорим именно об увеличении рынка сбыта, вот, это именно выстраивание с дружественными странами неких отношений в части экспорта продукции, вот, ну, и опять же, создание неких коалиций в рамках того же технологического суверенитета. И вот это, ну, сбыт поможет развивать производство. Спасибо. Можно я добавлю тут. Новости-то все, наверное, читали, да, вот, Федор говорит про безопасность. Тут с пейджерами уже небезопасно ходить, поэтому тут уже не знаешь, да, про Huawei, да, что нельзя чувствовать. Сейчас даже имея свое уже, отдавая кому-то на аутсорс на производство, уже я не знаю сейчас. У нас я вот ожидаю, например, какие-то новые меры будут сейчас по проверке на всякие закладные устройства и прочее. Вот, какая вот идея возникла. А, еще вот, что касалось технологической независимости, если вдруг это будет нужно, я вот просто не помню, у меня новостных каналов много, но много там новость была позавчерашняя или вчерашняя. Правительство Китая обратилось к правительству США с просьбой не вводить стопроцентную заградительную пошлину. Поэтому, ну, как мы можем защитить наше производство от засилия конкурентов, да, с соседней стороны, кто может это сделать. Только, как бы, приказом свыше, разнарядка пошлина, не покупаем, прочее. Но такое, как бы, насаждение, оно, как правило, ничему хорошему не приводит, потому что будут покупать, что есть, да, в угоду качеству. Никто же не будет, раз так берут, зачем. Я поэтому не особо верю в такую идею, но не отрицаю того факта, что такое может быть скоро спущено сверху, как нам. Да, конечно, без поддержки правительства, к сожалению, ничего не получится. Ну, я добавлю еще политика, политика производителя, на мой взгляд, должна она быть такая, раз нельзя конкурировать по цене, ну, то есть мы все знаем, что российские производители априори дороже, да, и они должны быть дороже, потому что там логистика и так далее. Но идти в сторону как раз повышения качества, поскольку вот это конструктора здесь, у нас хорошее техническое, ну, образование, да, бэкграунд хороший, и делать, соответственно, качественное как раз предложение, которое, ну, все равно будет дороже, да, это хороший вариант, потому что, ну, турки, например, собирают из тех же самых китайских компонентов, да, но они же заняли эту нишу, как бы, и даже экспортируют все, соответственно, там, да, дизеля, там, технику, вот, поэтому вот в моем представлении как раз управление продуктом и, соответственно, там некий вот такой добавленный R&D в сторону еще и качества, да, и прогнозирование и так далее, это, это, по крайней мере, хоть какой-то, ну, бонус, да, для того, чтобы, ну, то есть покупать отечественное, ну, и платить какие-то деньги, которые будут чуть побольше, да, ну, и это, естественно, технологический университет поддерживает. Ну, и, соответственно, туда же тогда и сервис надо добавить. Сервис, конечно, очень важен. Ну, на самом деле, на рынке префабов, да, предварительно изготовленных дата-центров, у нас, по-моему, уже технологический суверенитет наступил, в моем понимании, году где-то в 2016-2017, а в 22-м он сформировался уже практически на 100%. Да, первое время, когда вздрогнули и начали об этом задумываться, действительно, это где-то там 16-17 год и активно в эту сторону шли, ну, а 22-й год, собственно, подтвердил правильность того пути, который был выбран. Спасибо, коллеги. Давайте теперь поговорим про уровни надежности ЦОД ТИР. Остается ли, это больная тема, Игорь улыбается уже, остается ли ТИР самым распространенным уровнем надежности, готов ли конечный пользователь платить за высокую надежность, если говорим про ТИР-4, например. Актуальна ли топология ТИР для текущих условий нашей страны? Можно я сразу обострю, да? Давай. Вообще мы замечательным образом, вот, ну, это свойство человеческой психики, да, вдаваться в стереотипы, потому что на самом деле, ну, если мы так вот потошним и точно переведем Availability, да, слово, то это слово доступность или готовность на самом деле, да, и надежность, ну, есть ГОСТ, надежность техники, и, соответственно, когда все на Западе говорят, вот, дата-центр Availability, то, соответственно, говорят про готовность или доступность, да, не про надежность, это другое слово. Вот, но нам душу греет слово надежность, да. Вот, и второй вопрос, который тоже, соответственно, нужно сразу задать, да, скажите, а чем, грубо говоря, ТИР, да, вот, ну, ТИР, да, там, третий, там, четвертый отличается от F3 по Bixi, от RAID 3 по 942, от CLASS 3 по ISO 222-37, да. Да ничем. Ну, ну, то есть вот со всеми пирогами нюансы есть, да, но просто вопрос, да, вот мы вцепились и, соответственно, это обсуждаем. Все, вот я замолкаю, а теперь вот давайте обсуждать. Вот буквально там месяц назад мы прошли как раз сертификацию по стандарту от ТИР 3, я вам скажу, ну, а вот, то есть ребята пришли на рынок, подготовили офигенные документы, да, то есть если взять регламент, по которым проводятся испытания, да, вот по ТИР 3, это сложнейший документ, то есть в котором прописан каждый шаг, который должна сделать, и в том числе служба эксплуатации для того, чтобы пройти эти испытания. Никто не против, то есть, но у нас же никто не хочет придумать аналог. Есть инструмент, под который, начиная от проектировщиков, ребята проектируют под эти стандарты, потом, то есть этот документ, проект уходит и на рассмотрение, понятно, что во вражеские куда-то страны, да, скажем, утрируют, но он приходит, возвращается, проходит 2-3 итерации, и ты получаешь продукт уже как заказчик, да, который вылизан реально, то есть, наверное, там, ну, будут какие-то ошибки, там, понятно, что это ТИР 3 не рассматривает там как город, город как основной источник питания, мы делали дополнительные еще испытания на эту тему, но если взять как продукт, то есть стандарты аптайма, это классная вещь, вопрос просто другой, почему, ну, как бы у нас в стране, во всем мире, в каждой стране есть свои стандарты, и по ним делаются испытания, ну, снимаем шляпу перед ТИР, они пришли, аптаймом сделали, и мы работаем, а то, что касается, готовы ли платить клиенты, да, готовы, то есть, когда ты декларируешь себя как сот, прошедшую сертификацию в рамках аптайма ТИР 3, да, готовы платить. Ну, то есть, это маркетинговая история, чистой воды, маркетинговая. Я не согласен, если маркетинговая история, это лейбл красивый, но то, что скроется за этим маркетингом, это огромный труд, то есть, и это две недели работы, это, там, допустим, в нашем случае, это, по-моему, было порядка 50 тонн сожженного дизеля, да, то есть, и я как руководитель эксплуатации, я понимаю, что, то есть, я могу спокойно вывести любую единицу оборудования, не нарушив отказоустойчивости до последней ПДУшки, то есть, и это реально было проведено и проверено, поэтому я не вижу, вот, я только за, чтобы у нас это придумали, но у нас этого нет, у нас гост, это так, ну, что-то похожее, да, наверное, на стандарты оптайма. Нет, нет никаких гостов, нет никаких похожих гостов, не надо, оптимистично, нет, на самом деле, кто против качественного консалтинга, да, с хорошим этим самым, просто модель ограничена, да, если уж на то пошло чисто за электрику, чисто за холод, управление мощностью, да. Вот они мы делали, помимо этого. Точно так же, как на рынке есть, очевидно, более мощная методика, закрытая, к сожалению, да, и недоступная для рынка, ну, если знаете, про что я говорю. Так все-таки, смотрите, да, я возвращаюсь к ТИР-3 или ТИР-4, вот у нас есть Федор, вот у нас есть Евгений, да, масштаб их решений не имеет, ну, то есть, не имеет экономической целесообразности для, соответственно, внедрения или сертификации, соответственно, решения, да, вот, вот их надо спросить, как они живут без ТИР? Да, вот я хотел спросить, вообще, при ФАБе, есть хоть один сертифицированный на ТИР-3 или ТИР-2 или ТИР-4? Слушайте, ну, отлично, при ФАБе живут и без сертификации, ну, почему, потому что, давайте признаем, да, действительно, ТИР это маркетингово раскрученный бренд, и поэтому, отвечая на вопрос, да, он остается на сегодняшний день наиболее узнаваемым, известным, да. Готов ли к конечной пользе платить? Ну, наверное, если речь идет о коммерческих цодах, у которых, собственно, прибыль, привлечение клиента зависит в том числе вот этой вот маркетинговой составляющей, да, все коммерческие цоды платят. Готов ли платить корпоративный пользователь, который строит для себя? У меня однозначно ответ нет, потому что, ну, не нужно им это. Вот. Но платить за сертификацию не готов, но требование предъявляет к качеству продукта, обязательно, да, они это делают. Ну, вот хотел бы сказать, что, прошу прощения, буквально прошлой работой было проектирование и строительство корпоративного цода, с компанией Jetman делали, вот, и там, в принципе, то есть не было требования к сертификации цода по стандартам аптайма, но проектировался и строился цод в соответствии с рекомендациями. То есть мы рассматривали с вашими проектировщиками, с ребятами цод именно по рекомендациям аптайма. Ну, эксклюзива-то нет никакого, это топология, которая во всех стандартах с каждым образом существует. Да, ну, понятно, хороший бренд, мы все призывали, молодцы. А если посмотреть исторически там какой-нибудь Sun Microsystems, который на рубеже в 80-х годах прошлого года формировал эту всю историю, да, это на самом деле оттуда ноги-то растут. Ну, они же не смогли продать. Топология, надежность и так далее, да, то есть вот. Ну, а здесь люди смогли систематизировать и продать. Да, да, это продукт, я согласен. Ну, ее отношение следующее. Как это? Если ты не хочешь заболеть раком легких, наверное, не нужно курить. Если ты не хочешь, не знаю, умереть от инфаркта, наверное, нужно тренировать как-то выносливость сердца и вероятность этого события уменьшится. Причем раком легких болеют не только курящие люди. И, соответственно, от инфаркта умирают спортсмены, ну, или физически как-то развитые люди в том числе. То есть для меня, как это вот, ну, перефразируя на тему нашего диалога сегодняшнего, да, то есть классификация ТАР – это некий сбор лучших практик. Точно таких же, как есть и в других стандартах. Вот, просто заслуга UpTime Institute, да, то, что они не просто собрали эти там лучшие практики там по их мнению, то, что они это очень успешно много лет во всем мире монетизируют. Вот, и в целом, ну, это классный бизнес, да, то есть вот, как там, условно говоря, предприниматель, ну, 5 баллов. Но при этом все мы понимаем. Ну, они ведут огромную работу, базу данных огромную ведут. То есть если уйти только от сертификации и зайти туда немножко поглубже все-таки в UpTime Institute, там огромная работа ведется. Это сбор всех ошибок, огромные, ну, огромная база данных, база знаний. Но при этом все равно это увеличение статистики, да, то есть СОДы ТИР-4 тоже падают, да, то есть все мы знаем. Поэтому, как это, понятно, что лучше быть, как это, богатым и здоровым, чем бедным и больным, да, то есть лучше читать стандарты и ориентироваться на них, ну, по крайней мере, в тех моментах, которые, ну, действительно важны. Вот, а что касается именно префабной истории, то в целом аналогично, как у Евгения, да, то есть у нас очень немного запросов к нам в GreenMDC приходит на комплексную сертификацию, да, там на дизайн, на фасилити. Вот, в какой-то момент мы были в диалоге с UpTime Institute по поводу сертификации ТИР-реди, да, то есть такая программа, собственно, продвигалась на рынок. Но она прекратила свое существование в связи, ну, как я понял, не пониманием самим UpTime'ом той инфраструктуры, которую они на ТИР-реди готовы сертифицировать. Ну, вот смотрите, я свою любимую расскажу фактологию, да, значит, в Швеции СОДов и Финляндии тоже сертифицированных по ТИР, по UpTime'ом ноль. В Германии из 450 СОДов сертифицировано 3, принадлежат китайцам, китайцы ТИР любят, как бы, UpTime, да. В Великобритании 600 СОДов сертифицировано порядка 20. Ну, просто когда мы говорим о том, что ТИР, вот, ну, как бы, как вот мы говорим, да, это, условно говоря, мы просто варимся в своем горшочке. А UpTime очень хорошо себя чувствует на незрелых рынках, в которых слабая национальная система сертификации. Это, ну, наш камень, наш город камень, да. Так вот, и вот, возвращаясь к Китаю, в котором я был, да, китайцы, я знаю, китайцы очень любят ТИР, очень. Для них это вот как ЛПР, да, вот, бенчмарк такой там, есть ТИР, все хорошо, да. Так вот, посещая вот эти СОДы, я ни разу не услышал слово ТИР, вообще вот, ну, как бы, в риторике, да. То есть это, ну, просто как данность некая, да, к этому надо относиться спокойно. Вот, вот это, у нас просто термин перегрет. Вот, и вот, и мы не, к сожалению, и наша проблема в том, что мы не идем дальше чуть-чуть, мы не усложняем проблемы, как бы, да, останавливаемся вот на вот этом маркетинговом термине, который нужен для ЛПР, для того, чтобы легче продавать. Потому что, когда к тебе, там, ну, приходит к ЛПР у человека, говорит, надо встать вот в этот СОД, ему говорят, у него есть ТИР-3 или ТИР-4 еще, да, там парад это числовая. Говорят, окей, да, все, это я, значит, знаю, что все там хорошо, как бы, да, и мне легко принять решение. Вот, вот и все. Интересная тема, конечно. Алексей, добавишь? Игорь, а в России сколько? В России сколько? А у нас очень высокая доля. У нас прямо, ну, у нас просто, смотри, а что-то считать СОДами. Давайте по два слова. Да, и я хотел быстро добавить, что, возможно, хватит уже употреблять на ТИР, обтайм, давайте что-нибудь русское, типа там, матрешка-2, матрешка-3, матрешка-4, да? Я, когда пишу различного рода экспертные заключения, я всегда пишу условный уровень 3, да? Я просто хотел сказать в предыдущую тему, там уже перелистнули, и я вот с Женей соглашусь, что, вероятно, вот эти все уровни, они необходимы для коммерческих СОДов, которые тем самым продвигают свои услуги, давая уверенность конечному потребителю. То, что я вот на своем уровне слышу, общаясь каждый день, это постоянный диалог, мы хотим вот так, а дальше начинается. Так, ага, что-то не пролазим. А что будет, если мы здесь изменим схему резервирования на ИБП, на кондиционеры, там ни два луча, ни АВР, вот так. И вот таким вот образом, ну не знаю, эмпирически, а оценивая свои риски заказчик в первую очередь, а также, извините, тот геморрой, который он получит в случае какой-то проблемы, ну какое-то решение рождается. Но никто в таком вот обычном бытовом языке у нас не общается, что мы хотим для наших там трех стоек ТИР-2. Никто так никогда не построит. Можно я еще скажу? Одно слово, Игорь. То, что у нас появились ТИР-4, и то, что мы строим ТИР-3, да, означает, что мы живем очень хорошо. И экономика у нас очень хорошая. Потому что в Монголии ЦОДы ТИР-2, в Казахстане 70% ЦОДов ТИР-2, понимаете? Вот это означает, что у нас все хорошо. Я закрою тему, Василий, извини. Мы просто иначе не успеваем. Мобильные ЦОДы. У нас есть два производителя, которые поделятся с нами своей экспертизой. Когда выбирать, в каких случаях заказчику мобильный ЦОД? Как отличаются ПНР и другие испытания? В чем преимущество мобильных ЦОДов и префабов? Кто начнет? Я бы для начала предложил использовать не мобильный, а модульный. Модульный, да. Модульный, мобильный, префабный. Потому что применим к широкой линейке, да? Что вот и у нас, и у Федора. Строить или модернизировать? Здесь на самом деле очень глубокий вопрос. Нужно смотреть детали. Но отвечая на вопрос, какие преимущества модульного ЦОДа, в первую очередь это в разы сокращение сроков его реализации построения. По сравнению, допустим, с социанарными ЦОДами. Вопрос стоимости, если сравнивать стационарный либо модульный ЦОД, то здесь в зависимости от того, как посчитать. Если мы считаем строительство ЦОДа стационарного и в стоимость вкладываем в том числе покупку земли, покупку строительства здания, да, или модернизацию здания, то по нашей практике мы такие расчеты делали и видели, как они реализуются на практике у заказчика, которые все-таки приняли решение делать стационарные ЦОДы. Мы видим вот эту разницу в стоимости в пользу модульных ЦОДов, да, это примерно там, ну, 20, в редком случае до 30%. Совокупность стоимости, да, именно реализации. А как считают у нас обычно, да, когда есть здание уже готовое, земля уже тоже есть готовая, и мы считаем только стоимость, сколько туда установить инженерии. В этом случае, конечно же, модульный ЦОД будет несколько дороже, чем стационарный. Поэтому однозначного ответа, что дешевле, что дороже, нет, да, вопрос как считать. Вот. Ну и в наше, так скажем, интересное время, да, один из маловажных, с моей точки зрения, преимущества и именно модульного ЦОД строения, это то, что его можно не просто быстро, с гарантией качества, поскольку он проверяется на заводе, тестируется. То есть заказчик, прежде чем за него расплатиться, видит тот продукт, который он получит в итоге. Видит его надежность в том числе. Помимо этого, это очень быстро по сравнению с стационарными ЦОДами. И это можно использовать вне зависимости от того, где ты будешь завтра, географически. Сегодня у тебя офис здесь, завтра он в другом городе. Ты модульный ЦОД спокойно, без потери ТТХ разобрал и собрал его в другом месте. Это защита инвестиций, которые были на этапе строительства. Я абсолютно согласен с Евгением по поводу сроков. Причем в плане быстрых сроков и цены я бы добавил, что прогнозируемый срок там с минимальным лагом и прогнозируемый бюджет тоже с минимальным лагом. А что касается выбирать капитальное строительство или покупать префаб, вот здесь, ну, на мой взгляд, вот это в основном желание вашего, ну, то есть желание заказчика вовлечься вот в этот процесс. Да, то есть если хочется выбрать ЦОД просто, не погружаясь в большое количество деталей, конечно, префаб. То есть здесь как-то даже, ну, обсуждать нечего, поскольку даже если вы найдете умного интегратора, там, как джет, да, или какую-то хорошую внутреннюю экспертизу, вы все равно будете согласовывать те документы многостраничные, там, техническое задание, там, проект стадии П, там, еще что-то. Причем в стройке, ну, всегда получится так, что, как это, времени заняло больше, но виноватых нет. Или денег потратили больше, там, в полтора раза, но тоже как это, ну, вот так сложились обстоятельства. В префабах это так не работает. То есть есть фиксированный контракт, фиксированный срок, вот, и так далее. Вот, и поэтому, вот в моем понимании сейчас, да, то есть вот, допустим, через 11 лет после старта бизнеса GreenMDC, вот моя сейчас оценка, да, то есть выбирая между префабом и капстроем, где-то вот до 100-200 шкафов по-любому надо покупать префаб. Вы на круг потратите меньше денег, а в случае, если вы коммерческий сот, то вы его окупите за счет быстрого начала предоставления услуги. А у меня вопрос, уточняющий даже комментарий, а все-таки масштаб про 100-200, да, вот, он принципиально ограничен вверх? То есть, ну, вот, по факту. В моем понимании, Игорь, он ограничен только размером тех проектов, которые делаются по капитальным цодам. То есть вот тут недавно, совсем полгода назад, как раз на питерском съезде нашей ассоциации, вот, я общался с одним, ну, нет, не сильно знакомым человеком, он говорит, слушай, так вот эти вот модульные цоды, ну, это ж мелочь. Вот, и в целом я с ним согласен. То есть реально модульный цод – это мелочь. Но 10 лет назад крупный цод капитальный – это было, не знаю, 500 шкафов, и мелочь – это было 5 шкафов. А сейчас крупный капитальный цод – это 5000 шкафов. Ну, и мелочь, соответственно, точно так же подросла по размеру. Вот, поэтому хочется, не знаю, поупражняться в своих инженерных компетенциях организационных, да делайте капиталку, вообще вопросов нет. Если нужно просто закрыть инфраструктурный вопрос, понятные деньги и сроки, конечно, прифам. У меня, да, к Василию, к тебе вопрос. У 3Data есть и модульные цоды, и классические цоды. Вот расскажи, какая разница в эксплуатации, в подходе? Ну, подход, на самом деле, везде он один и тот же, он един по всем клубным дата-центрам 3Data. Просто, ну, коллеги все правильно все сказали, сроки размещения, особенно если это Greenfield в поле, да, то есть, ну, контейнеры привезти, заводской сборки поставить, подключить его, запустить стойки, это, конечно, будет намного быстрее, чем там строить здание, согласовывать это все и так далее. В остальном, в принципе, разницы нет. Можно я тогда еще докину? Вопрос коллегам, можно, задам? Какой мощностью ограничено производство модульных цод? Вот, тысяча стоек. Ну, вот, хочу через, там, полгода тысячу стоек на модулях. Можем или не можем? И сколько можем? Значит, отвечу следующим образом, но опять же, про себя, да, то есть, про GreenMDC, вот Евгений может поправить. Значит, давай так, ну, то есть, мы сейчас готовы делать конфигурации, там, до двухсот стоек за семь месяцев под ключ, вот, то есть, при этом работа на площадке займут два месяца, вот, а что касается твоего желания купить тысячу шкафов, если ты предупредишь за полгода о том, что ты купишь, вот, без проблем, то есть, вот, здесь как раз, как-то наша бизнес-модель позволяет производству мощности эскалировать под именно запросы рынка, то есть, у нас производство определяется сбытом, вот, поэтому вот так, то есть, прям сейчас, если, там, мы подписываем, там, сегодня контракт со сроком семь месяцев на тысячу шкафов, ну, не буду обманывать, нет, вот, но если ты дашь время подготовиться, я подготовлюсь. Спасибо. Я добавлю, на самом деле, если говорить про технологическую возможность, да, именно технологически производить разово от СОДы, то у нас есть проработки до 500, ну, больше не было, это первый момент. А второй момент, который стоит отметить, это еще одно большое преимущество, да, которое сегодня было названо, это планомерность инвестиций. Модульный СОД можно строить постепенно наращивая, тем самым инвестировать в него постепенно по мере необходимости. В стационарном строительстве вы здание должны будете построить сразу же, серверные залы сразу же, всю вентиляцию, освещение, газовое проратушение сразу же, да, а вот в модульном СОД строение это можно делать поэтапно. Масштабировать. Масштабировать, да. И поэтому, и поэтому, отвечая на вопрос, Василий, можно ли там тысячу? Можно. Определенными блоками наращивать до тысячи, да нет проблем. Жень, ну, на самом деле, смотри, тут, на мой взгляд, как это, вот область определения, да, то есть модульный СОД, он уже капитальным может быть, да, и точно так же можно, не знаю, построить большой ангар там из сэндвич-панели, его там последовательно заполнять там гермозонами. Это тоже модульная концепция будет абсолютно нормально. Да, но только ангар сразу же надо будет построить. То есть все-таки лучше, на мой взгляд, поделить модульный и предварительно изготовленный, ну, или префаб. Да, то есть мы с тобой делаем префабы. Вот, поэтому объективно, да, то есть вот этот вот размер, там вот 100-200 шкафов, которые я назвал, вот, он, по сути, на самом деле, ограничен, ну, в моем понимании, все-таки некими экономическими аспектами. Это первое. И второе. Легализация этого сооружения с точки зрения градостроительного кодекса. Здесь есть нюансы. Вот, потому что на тысячу шкафов, как мобильное, некапитальное здание, будет сложно доказать газ, но, что это именно оно. А вот я тут хочу заметить, все ли увидели эту тенденцию прямо вот на Велла, да, о том, что начали вытаскивать модульные решения, модульный принцип, начали вытаскивать из капстроя. Вот про энергоблоки, да? То есть фактически делается капстрой, но полностью энергоблок вытаскивается по модульному принципу, реализуется как префаб, да? То есть это движение, я не зря сказал, у вас движение вверх на мощность, а сверху начинается движение вниз. Коллеги, про энергетическую плотность мы с вами не успели, к сожалению. Если у кого-то будут вопросы именно по этому разделу, подходите, пожалуйста, к нашим экспертам. А сейчас 4 минуты на вопросы из зала. Добавить? Побольше? Ну давайте вопрос сначала. Давайте. Допустим, ваш стол утратил свою целостность, сгорел, утонул, отправился на небеса. Что делает бизнес в моем данном случае? То есть как мы застрахованы от этой истории, если мы не входим в ваш стол? Ну, купите второй сразу, если так боитесь. Это вопрос, наверное, к локейшн-провайдерам? Или не совсем понял? Нет, это не уйдет, а вопрос именно к бизнесу. Ну, то есть что делать с бизнесом? Строить распределенные информационные системы. То есть, давай 20. Или 3. Ну как же, мы же с вами знаем, что, как это, любой IT-специалист, они делятся на две категории. Кто уже бэкапит, и кто еще не бэкапит. Ну вот то же самое. Ну, когда вы, как и сот, вы отвечаете за ходение данных, правильно? Нет. Ну, мы отвечаем за инфраструктуру. То есть, если конкретно говорить про префабы, то есть, вот, ну, про меня, то есть мы отвечаем за качество цода и за его сервисное обслуживание. Это к Васильеву вопрос. Что, безусловно, сильно увеличивает вероятность отсутствия пожара, наводнения, ну, или затопления. У меня вопрос такой, о страховке Вы заранее позаботились? Опять же, да, вопрос. То есть, это на нашей стороне или на нашей стороне страховка? Ну, оборудование, ну, в классический, в сот, в колокейшн, да, там есть определенная страховка, но если у Вас какое-то особо ценное оборудование, это вопрос к ТЗ. Да, то есть, если Вы хотите какой-то расширенный пакет, ну, он будет, конечно. Ну, то есть, это аксессуальное оборудование? Ну, да, во-первых, это вопрос договора, ну, как бы, любой сот страхует свои риски. То есть, мы не страхуем Ваше оборудование. Ну, как правило, мы страхуем свои риски, отказы своего оборудования. Ну, никак, то есть, остальное, это уже дальше, как договоритесь с продажниками. Ну, опять же, да, у меня нет вопросов, да, как Вы застройки, просто понятия. Подходите в кулуарах, и, я думаю, мы подробнее пообщаемся на эту тему. Бежит лист, торопит. Еще вопросы? Спасибо. Здравствуйте, коллеги, я уже дедушка старый, и во время отрыва я разгребаю куски в СОДОХ. И разгребал в основном в стандартных, но в автомобилях уже тоже бывает. Соответственно, когда случается страшное, но стандартное, когда известные сегменты стоек в СОДОХ отказывают по электропитанию или ломается охлаждение и так далее, ну, в теории у нас будет единственный виновный поставщик СОДОХ, соответственно, что этот поставщик СОДО сделает для того, чтобы подобные косички не повторялись. И второй вопрос. Ну, 2024 год, ну, сегменты потребляют уже достаточно много, и, соответственно, как насчет нагрузки примерно отвезти 15 кВт от стоки по теплу? Я про поставщиков СОДО, и если сломается, да? Ну, давай, по киловатт, и я могу рассказать. Вам поставили изделие, да, и от того, как вы проводите на нем ТО, обслуживать его будет зависеть, как оно будет работать. Обязательно. Я другого. У одного из вас есть СОДО, который намечал, естественно, мои клиенты. Вы видите, у нас выходит СОДО, и в стойках нет АВР. То есть, просто если заказчик поражаемый, он догадывается, что все владеется настоятельно. АВР в стойках? Да. У вас два луча оборудования с двумя блоками питания должно быть. А если с одним, то вы сами должны позаботиться об этом. Нет, оборудование было с двумя лучами питания, но вы, если вы, чтобы получить питание, были неправильно подключены операторами СОДО. Соответственно, когда у оператора СОДО обнаружила вторая особенность, что он очень любит проводить работы по лентуке без предупреждения, и, соответственно, ЖУК и это количество клиентов сразу отправилось в известное направление в офлайн на несколько часов. Самый пайком, что подобные истории повторялись несколько раз. Это у одного сидящего сцена. Вопрос в чем? Просто я к тому, что, ну, когда есть костейки в дизайне, именно в дизайне СОДО и поставки, настройки, оборудования, ну, хотел бы, чтобы поставщик за них отвечал. Соответственно, вы как-то готовы? Это не про поставщика речи, а про оператора СОДО все-таки. Мне кажется, первый вопрос и второй был связан с тем, что первое, что нужно сделать, это со службой эксплуатации разобраться, почему они это допускают вообще. Возгорание и утрату всех данных там со смертью СОДО. Не возгорание, просто питание отключается. Но, честно, вот, что выяснилось на этапе, что неправильно подключили, но это, я не знаю, это ошибка там уровня детского сада, наверное. Это вообще-то как бы проводится ПНР. Ну да, проводится по методике испытаний есть, там, трое суток хотя бы погоняйте СОДО. Посмотрите перед тем, как клиента впускать. Вы же должны быть уверены в своей технике, в оборудовании, в СОДО. Можно вопрос, чей был инстал? Инсталк клиента, размещенного в СОДО одного из коллег, сидящего на сцене. То есть клиент сам устанавливал свое оборудование? Да. Но подухи, соответственно, предоставлялись СОДО. Да. И я так предполагаю, что если у оборудования было два блока питания, и клиент сам подключал, наверное, он включил его в одну подушку. И когда один луч упал, что может быть, для ТО, для ремонта и так далее, ну, отключил все оборудование. Нет, просто когда МЦОДО неправильно отключил, что вы уже. Но я так понимаю, что ребята-сборщики МЦОДО не являются операторами МЦОДО, чтобы отвечать за то, как было подключено. Нужно читать договор, очень сложно. Да, давайте еще вопрос. Да, это второй вопрос. Будет питаться клаут типа от стойки от места? Вообще без проблем. Спасибо. Маленький такой вопрос. По поводу мобильных ЦОДов и к совместности с куриным, вы можете видеть и доводить. Про ОСИПИ с удовольствием. Да, причем, мало того, в одном из наших ЦОДов установлены ОСИПИ шкафы. Значит, очень классная штука. Подключены от шинопроводов по электрике. С точки зрения отвода тепла в целом, ну, ничем не отличается от обычного компьютинга. Вот, а второй вопрос еще раз какой? Фрикулинг. Фрикулинг. Ну, смотрите, здесь картина какая. Что в целом, поскольку все-таки традиционные префабы, да, то есть вот, которых много, вот мы, например, GreenMDC поставляем, это все-таки сегментом до 30 шкафов, в этом сегменте откровенно на энергоэффективность всем плевать. Вот, но, поскольку все-таки у нас есть тенденция на увеличение размеров наших изделий, вот, мы сейчас активно, ну, как-то концептуально, вот, и технически готовы, допустим, оснащать свои префабы там от 60 и выше, где это уже как бы, ну, целесообразно, допустим, адиабатические системы, которые в целом обеспечивают и нормальные нормальные эксплуатационные характеристики и уже годные и вполне пуя там в районе там 1,25. Это я секрет открою. Федор 10 лет назад начал заниматься этим, а потом плюнул. Да, 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 все верно. А, ну, ведь прикольно, это не только энергоэффективность, это еще и разная устойчивость и обслуживание и прочее. То есть, если выбирал мобильный цор, мы подразумеваем, что он может быть не только на окраине Москвы, он может быть где-нибудь на окраине села, где-нибудь, я не знаю, средние шушары, где-нибудь в стадии. Ну, шушар нет средних, я просто из Питера, они одни. Вот, слушайте, по поводу надежности, в целом, да, но когда фильтр будет забит мухами, вот, здесь как-то, что касается, допустим, классики, да, то есть, ну, там, фреон или там чиллер фанкойл, вот, ну, блин, раз в полгода пришел сервис-инженер, все проверил, если ошибок нет, ну, в целом, мой конденсатор и наслаждайся жизнью. Ну, это еще и дополнительная энергия туда. Все правильно. Которой может просто не быть. Ну, тут уж как это, вопрос к дизайну площадки, да, то есть, вот. Ну, здесь еще один вопрос. Еще один вопрос буквально. Коллеги, здравствуйте. По 15 килоот вообще не сомневался, да? Любовь постоянно не сможет сделать, а что-нибудь про 40? 50, про революцию с искусственным интеллектом. Когда будете готовы? Готовы. Леонид, уже делаем. А это реально или это просто разработки в стол? Нет, это уже реально идет изготовление. 50 со стойки. Но только там водяное охлаждение напрямую с серверного оборудования. Директ конкурент, да? Что? Нет. Нет. Не знаю, когда сейчас влажающий жидкость. Все верно. Можно и воздуху. Нельзя. Можно. Неэффективно. Можно. Леня, у нас на Фреоне с 2021 года работает ЦОД с 20-киловаттными шкафами. В целом сложности никаких нет. Что касается воздухом 40, можно. Но здесь уже, как сказать-то, очень большой нужен холодный коридор, как минимум. А так-то можно в целом, как это, в большой маш-зал по центру поставить там 100-киловаттную грелку, и все будет работать по большому счету. Понятно, что вопрос можно решить, это разряжение стоит по маш-залу, да? Но не для вас, Федор, не для вас. Спасибо за эту конкурсию, очень интересно. У вас, по-сам-дель, короткие, а то есть, с будущего. Что будет в дальнейшем, с точки зрения развития? Это киперские или это как раз уйдет в модульные ЦОДы? Ну, какие-то обособленные, маленькие ЦОДы? Это будет располагаться либо в поюбок, либо в отдельной площадке? Или все перейдут в огромные институты? Ну, я отвечу, на самом деле все будет очень разное, гетерогенное и сложное, да, потому что вот сейчас был дата-центр World во Франкфурте, где-то весной, и вот там была такая картинка, которую я говорю, она мне уже полгода спать не дает, да. И там, соответственно, ЦОДы, как вот мы сейчас их говорили, я вчера говорил про одноуровни, про одноранговые, да, как бы систему, показано, что там пять уровней, пять уровней. То есть, фактически, ЦОДы для искусственного интеллекта выделены где-то там чер знает где, которые обсчитывают модель, получают результат и отдают ее, ну, там, клиенту, да, в чип, куда угодно. Дальше, соответственно, некие ЦОДы Дистрикт уровня, ЦОДы Таун уровня, Farage, Nearage, да, то есть в этом смысле получается, что структура обработки данных становится распределенной и иерархической. Да, и поэтому, ну, смотрите, у нас куда-то хостинг делся, ну, в принципе, да, он существует, стойки по три киловатта, ну, по пять киловатта, они остаются. Сейчас все говорят, мы сейчас там искусственный интеллект с бубением там будет черное сколько, ну, все здорово, только классика никуда не останется, она для своих задач будет какое-то там соотношение занимать. Будет, это, это, вот мы на прошлой неделе саммит в Казани проводили, прозвучало очень здоровское и качественное слово, расслоение, да, будет расслоение рынка по сегментам, по задачам. И ЦОДы точно так же будут, ну, ассистировать по своим решениям. Спасибо, очень удивительно. Супер. Вот, вот, слева человек. Вот, это я, конечно, сейчас сделаю. Спасибо, коллеги. Выбрать вопрос? Да, выбрать лучше. Вопрос про будущее. Тимур, ты? Спасибо. Спасибо.